В городском округе продолжается конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка. В этом году по состязаться в пышности убранства к Новому году решили 9 участников. Это рекордное количество претендентов на звание победителя в традиционном праздничном конкурсе. Блестуть оформительским и дизайнерским талантом в этом году впервые решился коллектив городской библиотеки имени Старцева. Ее сотрудники ежегодно к новогодним праздникам ярко и со вкусом украшают помещение культурного учреждения, устанавливают и наряжают елочки в читальных залах взрослого и детского абонементов, развешивают мишуру, новогодние игрушки, гирлянды. Однако принять участие в городском конкурсе на лучшие новогодние оформления предприятий потребительского рынка библиотекарей решились в первый раз. Каждый год наша библиотека, не только библиотека города Фокина, но и библиотека Дунай, Путятина украшают свои залы для детей к Новому году. Но в этом году мы решили принять участие в первый раз, потому что посчитали, что именно в этом году у нас библиотека украшена особенно красиво. Идею предложила наша художник Ерешенко Наталья Прокопьевна. Она пришла с идеей украсить окна, чтобы создать праздничное радостное настроение нашим горожанам. Она самостоятельно взяла ватман, вырезала, нарисовала, нам показала, мы одобрили. И оформила окна библиотеки. Поэтому мы решили сегодня показать, как умеет работать наш художник, как мы рады всегда видеть читателей библиотеки. Стоит отметить, что в этом году большинство участников конкурса – это дебютанты, в их числе Центр культуры и искусства «Спутник», который заметно преобразился после капитального ремонта. Щедро украшенный атрибутами Нового года холл и зрительный зал уже сейчас готовы порадовать праздничной атмосферой жителей города. Здесь пройдут основные городские мероприятия вне новогодних каникул, детские утренники, взрослые корпоративы. В числе дебютантов этого года также магазин промышленных товаров и продуктов «Анжелика». Его сотрудники проявили завидную фантазию, украшая к Новому году торговые залы своего предприятия. При входе в магазин гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Сказочные персонажи поздравляют покупателей с приближающимся праздником и приглашают совершить выгодные для них покупки. С Новым годом поздравляем! Вам, Желику, приглашаем! Красоты, здоровья, счастья в Новом году желаем! Пусть сбываются мечты мира, денег, доброты! Большинство магазинов города и предприятий потребительского рынка уже вовсю ведут предпраздничную торговлю. Для привлечения покупателей, создания у них новогоднего радостного настроения, работники торговли постарались украсить как можно ярче и эффектнее и сами помещения и входные зоны, используя световые разноцветные гирлянды, блестящую мишуру, изображение символа нового 2014 года лошадку. Однако, к сожалению, далеко не все из них захотели принять участие в общегородском новогоднем конкурсе. Директор нового магазина «Женские штучки» Евгений Жуков решил рискнуть. Вообще, нам просто нравится доставлять удовольствие. Мы сами испытываем удовольствие, наряжая, что-то придумывая необычное, находя способы, методы, скажем так, нестандартного решения вопросов. Благодаря администрации у нас есть возможность рассказать о них большему количеству людей. Всего же в этом году заявки на участие в конкурсе на лучшие новогодние оформления подали 9 претендентов. Не в первый раз в предпраздничной акции приняли участие магазины «Четыре сезона», «Алкомаркет Дилан», магазин детских товаров «Мэрия», детский развлекательный центр «Мискин дворик». Конкурсная комиссия уже оценила творческие усилия всех конкурсантов и определила призеров. В ближайшие дни состоится церемония награждения победителей. В торжественной обстановке лучшим коллективам вручат призы и памятные подарки.